Господь истинный Бог наш, молит, братья, причистия Своей Матери, святого апостола Андрея Первозванного и всех святых славных и церквальных апостолов, и живосвятых от нашего Янда, архиебископа Константина Града Два Таустого, святые равноапостольные мироносицы Марии Магдалины, и я же и память ныне совершаю, и святого священномученика Фоки, епископа Синопского, и вот же и память ныне, преподобных и богоносных отец и матери наших, святых и праведных богаотец, и Акима, и Анны, и всех святых, помилуя и спасет нас, як облаке человека любез. Песня. 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 приняли решение, что эта вот Мария, которая дочь Иакима Иоанны, которая родилась там-то, была там-то, была там-то, она является Богородицей, она является превыше небес, она является та, которая уместила в себя неуместимое, небо и земля не умещают Бога от Его величины, она умещает в себя Бога и воплощает предвечное Слово. Это Слово жило, что значит предвечно, не было начала, сколько жило вот это Слово, Слово Божие, этот Ангел Божий, который являлся Моисеем Прикупенде, являлся многим пророком, и вот это Слово, она воплощает и дает ему свою плоть, дает ему свою кровь, она его соединяет с человеком и делает его великой жертвой. Воплощая это Слово, она как бы сформировала эту жертву, этого ребенка, этого человека, который вырос и который потом стал великой жертвой за каждого из нас. Она сформировала эту жертву. Понятно, не без участия Бога, но она была избрана. Хорошо Евангелие читается в день памяти пророка Ильи. Много было вдов в Израиле, но не к одной пошел Илья, пророк. Много было там тех прокаженных, не только одного из Тимилия. Много было жен в Израиле, но почему-то только ее избрали. Только она стала этим великим сосудом, драгоценнейшим, которое вместило в себя невместимое Слово. И вот мы сегодня углажаем эту Пречистую Деву, нашу заступницу, нашу Ходатайцу. Сколько она явила себя каждому из нас, каждый может рассказать очень много случаев, как ему помогла Пресвятая Богородица. И церковная история этих случаев записывает очень и очень много. И вот люди иногда спрашивают, а что такое икона, что такое образ? Вот многие, конечно, даже стыдно покорять это. Многие наши враги, сектанты, они говорят, что икона это идол. Я у одной только, ну там у многих, ну вот у одной спрашиваю, вот скажи, пожалуйста, вы верите в Христа? Да, да, там такая, пьете вруда. Вот слово, такие буквы, как Иисус Христос, это же слово святое, вы же это все почитаете. Ладно, не кланяйтесь телом, но кланяйтесь духом, как вы говорите. Для вас это свято? Свято, это, да, на, там, все. А вот скажи, пожалуйста, написано, Иисус Христос, и это является идолом? Как это объяснить? Как это может быть идолом? Ты поклоняешься этим буквам, этим словам, а если они написаны на чем-то, это уже является идол. Ну, в народе просто в Одессе говорят, что у таких людей нет мозгов просто. И все, и больше мы про них не говорим. Для нас икона является, как я понимаю, как написано в наших книгах, нормальных книгах, которые не читаются по телевизору и по радио, эти книги не читаются, потому что там читается только то, что против нас. И вот это является источник милости Божьей, источник милости. Божья Матерь, к ней обращается определенный народ и просит ее, помоги, спасибо, там что-то происходит. И вот она является источником милости, является чудотворной иконом в Казани, во Владимире, в Ишгороде, еще где-то, еще где-то, еще где-то. И вот те люди, которые очень любят Божью Матерь, они хотят иметь этот источник, этой милости, источник милосердия, который изливается на каждого человека. Они обращаются к кому-то, привезите нам оттуда копию, или сами составляют эту копию от чудотворной иконы, украшают ее достойно и молятся ей. И понятно, ни одно слово нашей молитвы не бывает заведено у Бога. Бог служит, слышит все молитвы. Но ответ, который должен нам прийти, он приходит только по вере. Можно говорить до бесконечности. Миллион слов, одно слово, три слова, пять слов. Но ответ приходит только по нашей вере. Будет вера, будет ответ. Пречистая Дева, все наши слова приносит к Богу. Ну, умные слова, те слова, которые нам нужны для спасения. А там машины, квартиры, деньги, это все, хотя не принимаются такие слова. Понятно, если ты попадаешь в долги, по неименению мозговик, и хочешь, чтобы тебе помогли, конечно, помогут. Найду тебе способ, и только правильно воспользуйся этим. Человек должен правильно понимать это все. И когда начинаешь это все правильно понимать, тогда все становится на свои места. А когда все вот так вот сумбурно, все винегретом, то ничего, конечно, и не поймешь. Вот смотрите, да, вот винегрет. Почему часто употребляют это слово, винегрет, да? Режешь морковь, картофель, там все, что ты хочешь туда положить, да? Потом положил свеклу. Все, закрасилось в один цвет, и все. Вот так и само в голове. Если по полочкам все не разложишь, до тех пор, пока ты не положишь свеклу, то будет винегрет в голове. Все должно быть на своих местах. Все, молишься за то, молишься тому, обращайся тому. Молилась, кому ты молилась? Ой, я и тому молилась, и тому молилась, и тому молилась, ничего не помогает. Зачем ты все молишь? Возьми себе одного. Одного выбери. Поверь ему. Доверься ему. Трифон, Пантелеймон, иконе Божьей Матери какой-то, при чистой дереве молись. И все. Зачем ты молишься? Ты даже не понимаешь, что ты делаешь. Пятьдесятых аквистов. Там что? Зачем? Ну, читайте Евангелие. Там все написано. Все четко сказано. Самый великий старец, который есть на земле. Самый великий старец, к которому обратись, и он тебе ответит на все твои вопросы. Это Божественное Евангелие. Самый великий старец. Читайте его, и никуда не придется ездить. Никому не придется обращаться. Только к духовнику. Пришел к духовнику, вопрос инослушный решил, и все будет в порядке. Приходит дама ко мне. Говорила, говорила очень долго. Скажите, пожалуйста, у вас есть духовник? Нет. А как же вы там? Ну, вот я как-то так сама стараюсь. Евангелие читаете? Нет. Утренний, вечерний читаете? Нет. В субботу вечером в церкви, в воскресенье утром. Бывайте очень редко. Я говорю, как же вы хотите жить на этом свете вообще? Как вы хотите жить, общаться с Богом, когда вы практически ничего не делаете? Ничего не делаете для своего спасения. Ничего. Читайте каждый день одну главу Евангелия. Каждый день. И мир вокруг вас начнет преображаться. Все будет становиться совсем другим. По-другому будут свистеть цветы. По-другому будут распускаться деревья. По-другому будут зреть плоды на деревьях. Все будет совсем по-другому. Вы начнете потихоньку общаться с Богом. Бог будет входить в вашу жизнь через слова Божественного Евангелия. А если это все делать не будем, все будет мрачно, все будет в черно-белых красках, и все будет только на черновике. И никогда не будет чистовика. Пишите чистовик в своей жизни и молитесь так, чтобы было понятно вам и небу. И небу, чтобы было понятно, о чем вы молитесь, что вы просите. Все должна быть конкретизация. Приходим. Всем желаю, всем нам желаю, чтобы мы читали каждый день одну главу Евангелия. Одну главу, это же немного. И недолго. Сегодня, завтра, послезавтра. Ой, батюшка, я не понимаю. Поймешь. Придет время, поймешь. Бог откроет тебе все. Увидит, как твое сердце начинает изменяться. Из твердого камня оно становится плотяное, через которого течет горячая, красивая, красная кровь. Через это плотяное сердце, которое начинает любить окружающих себя людей. И тогда Бог придет к тебе и решит все твои проблемы. А пока оно будет каменным сердцем, пока оно не достучаться до него, никакая твоя проблема не решится. Ничего не сделается. Сейчас у нас есть еще в этом году приятная возможность пройти сейчас опять за чудотворными образами Божьей Матери. Помолиться за себя. Хотя бы за себя сначала. А потом уже за все остальное. И для того, чтобы это продолжить, то Титиевское благочиние предлагает нам еще 10 числа этого месяца совершить еще один крестный ход. 10 числа, в 8 часов утра, начнется Божественная Литургия в храме Успения Божьей Матери города Ситиева. После литургии и обеда все дружно выходим и идем на большой праздник. Идем в Рудое Село. 11 числа будет явление иконы Божьей Матери Рудосельской. И вот мы все вместе пойдем туда, для того, чтобы прославить там Пречистую Деву в ее прекраснейшем образе Рудосельское. Вот что самое интересное, что меня всегда привлекает на этот крестный ход. Там как бы себя ни чувством ведешь. Потому что, ну понятно, да, люди по-разному относятся ко всему. Есть люди, которые там ценят вещи, там то и все, вот пятое, десятое. Икона Божьей Матери Рудосельская, что в ней самого интересного? То, что она оригинальная. Перед нами находится та самая икона, которая чудесным образом из Польши попала в Рудое Село в подвал Панского дома и просияла там как солнце в этом подвале. Это именно та же самая икона. Это не пятая, не двадцать пятая копия. Вот, например, икона «Призина смирения». Мы ее получили когда? В девяносто третьем году. Это копия от иконы Божьей Матери, которая явилась в 540 году на Каменном озере. Но теперь это уже оригинал киевской чудотворной иконы Божьей Матери. Теперь она оригинальная. До ее чудесного явления она была копией. Она сейчас тоже является копией той иконы, которая была в 540 году явлена. Но сегодня это уже оригинал киевской иконы. Псковская мы не знаем где находится, а киевская перед нами всегда. Рудосельская икона – это оригинал, оригинальная икона. Вот само чудо произошло там. Это тот источник, из которого истекают обильные исцеления. Когда-то в старое время, когда икона была в Рудосельском храме, возле нее висела куча подвесок на ней и даже стояло очень много костылей. Люди приходили на костылях, от нее уходили своими ногами. Сколько она совершала в жизни. И это именно та икона, не копия. У нас есть прекрасная возможность быть возле этого источника, пить эту драгоценную воду, плескать на себя этой водой. Нечувственной водой. Нет, не чувственной, а вот водой молитвы перед этой святой иконой. Перед этим источником, где рядом присутствует святая Дева. Мы верим в это, что она идет рядом с нами. Она идет, она хочет помочь каждому из нас. Только откройте ей свое сердце. Поверьте ей, поверьте ее драгоценному сыну. И все будет совсем по-другому. Будет совершенно по-другому. Всем вам желаю сегодня, чтобы при чистой Дева услышала наши молитвы и по нашей вере ответила каждому из нас. Каждому из нас, она не всем будет отвечать, потому что Бог толпу не принимает. Бог принимает индивиду. Каждый из нас человек индивиду. Как он молится, так ему и ответится. Каждому из нас, в наше сердце придет ответ. Или в разум, или куда-то, но не для толпы. Она не явится сейчас над нами, идущими в вашу гилку. Вот скажет, вот я вот, пожалуйста, смотрите, поклоняйся. Нет, она не придет. Вспомните пророка Илью. Гром быть, и не в громе Бог. Трус быть, и не в трус. В тихом дуналении ветра пришел Бог. Вот Бог приходит очень тихо, красиво, любовно. Чтобы это было, человек почувствовал это. Так вот, каждому из нас сегодня можно прийти при чистое Дева в наше сердце и ответить на все наши просьбы. Всем вам желаю крепости в сегодняшний день. Чтобы мы с вами совершили это великое действие, которое мы сейчас все пришли для этого сюда. Чтобы мы с вами достигли оживовки там, совершили все наш наебдение, прославили опять же при чистую Деву, только ли я в образе Почаевской, иконы Божьей Матери. Вот. И завтра Божественная Литургия, и поедем все с вами опять. Поедем во своясье, но поедем как? Не просто, Боже, слава Богу, все кончилось. Нет, не так. А поедем, повезем вот эту радость. Радость это в общении, вот этой семьи, которая у нас собралась сегодня. Вот уже второй день. Радость. И вот, как жалко будет, ноги, вот я знаю уже на протяжении многих лет, как многим жалко будет расставаться завтра. Уже на два дня вроде как бы, там и на ногу наступило, на пятку наступило, где-то кому-то что-то... Но все равно, мы идем одной семьей, нам хорошо, нам радостно, мы поем. Как бы нам не трудно, мы поем. Мы там кропимся водой, мы шпеем, ну все, но мы все вместе. Едиными устами, единым сердцем славим Бога. И вот, для того, чтобы продлить эту радость, Отец Василий нам предлагает еще 10 числа. И потом уже будем отдыхать до следующего года. Отдыхать и хранить в себе радость этих дней. Радость этого общения, радость этой общей молитвы, радость этого труда. Всем вам желаю вот этой радости от Пречистой Девы и от ее Божественного Сина. Хранила Всехосвязь. Всего Слава Богу.